Больше года в заложниках у боевиков провела украинская журналистка Мария Варфоломеева. Несколько раз срывался ее обмен. Теперь о пережитом моменте в иронической форме пишет в своих дневниках. Отрывки этих правдивых рассказов о жизни людей в так называемой ЛНР уже звучат в эфире украинских радиокомпаний. Недавно Марии предложили создать на основе ее дневников сценарий документального спектакля. Об этом в сюжете наших журналистов. Были ситуации, когда однорукий старик нес на пыльте бутыль воды, а рядом стояли молодые парни, и им все было безразлично. Показать жизнь псевдореспублики изнутри – главная задача радиодневников Марии Варфоломеевой. В начале конфликта на Донбассе журналистка приехала из Киева в Луганск ухаживать за пожилой бабушкой и попала в заложники боевиков так называемой ЛНР. Пробыла там больше года. Очень многих людей, которые были тоже со мной в камере, их очень многих подставили, просто их там какие-то знакомые, их близкие люди. И поэтому я хочу рассказать о том, как этот мир функционирует. И о разных характерах людей, которые являлись моими охранниками, которые являлись моими обвинителями. Представить эти радиодневники на сцене предложили Марии в Киевском театре переселенца. Там не первый год работают с пострадавшими от военного конфликта на Донбассе. Создают документальные спектакли, основанные на историях из жизни. Смотришь на нее и не может представить, что такая хрупкая девушка пришла через такое и не сломалась. Один из последних проектов театра переселенца – «Дети и военные». При поддержке канадского посольства подготовили пять документальных спектаклей. В школах при фронтовой зоне Донбасса на одной сцене откровениями делились школьники и участники АТО. Благодаря этому начался диалог между местным населением и украинскими военными. Диалог продолжается уже после нас. Например, в Папасты недавно военные, которые принимали участие в этом спектакле, приходили к детям в гости, пели с ними песни, разговаривали. Это уже без нашего счастья абсолютно. Еще один проект театра переселенца в формате «Класс Экт». Талантливые подростки из Восточной и Западной Украины встречаются в Киеве и совместно работают над сценариями документальных спектаклей. В них рассказывают о самом сокровенном. После этого профессиональные драматурги, режиссеры и сценографы ставят спектакли на сцене. Главная цель – разрушить навязанные пропагандистскими СМИ стереотипы. «Мы сдруживаем этих детей, они моментально сдруживаются. В том году у нас было Папасты на Нововолынске, и когда они приехали в первый день, то они сказали, ну хорошо, мы пьесы напишем, но дружить не будем. А потом, когда они прощались, они рыдали». Сейчас команда переселенца работает над новым проектом. В планах рассказать на сцене о жизни в Авдеевке, где уже не первый год люди живут под обстрелами. Мария Анна Макадан, Антон Борзенков, UATV.